Приветствую вас. Во-первых, я бы хотел просто выделить некоторые моменты, которые мне кажутся важными в вашей ситуации. Вот. Я не могу, как психолог, вам рекомендовать, допустим, прощать мужчину или не прощать. Это вы уже решите сами. Вот. Ага. Но я думаю, что выделить некоторые аспекты я все же могу и должен, как психолог опять же. Смотрите. Мужчина вам признася. Мужчина вам признася откровенно в том, что произошло и в том, что сделал. Хотя, в принципе, мог бы, наверное, он этого не говорить и мог бы, наверное, он этого не делать. Вот. Но он это сделал. Это говорит о том, что человек как-то все-таки ориентирован, возможно, на доверие к вам, возможно, на выстраивание доверительных отношений с вами. И это, в принципе, позитивная такая тенденция, на мой взгляд. Вот. На мой взгляд, позитивная тенденция. Потому что, если бы он не сказал бы, если бы он не сказал бы вам об этом, если бы он это скрыл, а он мог бы это скрыть, вот, то, мне кажется, это было бы гораздо, ну, гораздо хуже. Гораздо это было бы тревожнее. Гораздо это было бы печально, ну, и так далее. Вот. То есть, это позитивный аспект. Это такой позитивный, на самом деле, момент. И мне видится все-таки то, что в этом, если молодой человек вам не безразличен, то в этом вы можете его поддержать. поддержать. То есть, вот, просто, в прямом смысле этого слова, поддержать. То есть, говоря, поддержать, я имею в виду, что как-то вот до него, ну, донеслись, что вы, допустим, ну, допустим, цените, цените, то, что он сделал, да, цените то, что он вам это сказал, цените, короче говоря, его, ну, вот, такое желание выстраивать доверительные отношения с вами, с вами, вот, это значит, то, что касается этого момента. То, что вас, допустим, задело, то что вас задело, что он слава с девочкой, прекрасно, прекрасно вас понимаю, ни в коем случае не обрадовываю, значит, мужчину, вот, но просто хочу, чтобы вы поисследовали, проследили бы, затем значит, откуда у вас такая вот, я, наверное, не побоюсь этого слова, агрессия по отношению к этой девочке, то есть вы пишете довольно такие жёсткие слова про неё, то, что, например, вы хотели бы, чтобы с ней что-то произошло, вот, и ещё раз я вас не осуждаю, я просто хочу понять, да, то есть насколько сильно получается от этой истории вас эта история задела, несмотря на то, что вы, вы стараетесь держаться, насколько сильно вас эта история задела. Ага, что вы желаете такого, такого девочки? я полагаю, что вот именно так вам можно ответить на вопрос, на вас, вот, мне это видится в таком контексте, по крайней мере, вот, мне это видится так. И, ну, соответственно, и после того, как вы, например, проанализируете это, вполне возможно, что вам станет как-то более, ну, более понятнее то, что происходит, и что делать, собственно говоря, дальше, вот, то есть вы сможете ответить себе сами на этот вопрос, что делать дальше, как поступать дальше в этой ситуации. Ага, вот, так, я думаю, можно вам ответить на наш вопрос. То, что вы говорите по поводу непридемлемости того поведения, что молодой человек себе позволил, то очень хорошо, что вы отдаете себе в этом отсчет, очень хорошо, что вы понимаете, чего вы, допустим, терпеть не будете, чего вы терпеть не станете, мне кажется, это очень здорово, что вы для себя это поняли и определили, вот, вам нужно просто выяснить, почему молодой человек, опять же, если вы хотите продолжать с ним отношения, да, вот, вам нужно выяснить и выяснить, почему молодой человек так себя повел, словно говоря, да, то есть вот он говорит, что он не может, не мог удержаться, вот, то есть ему чего-то хотелось, видимо, что-то ему нужно было, видимо, да, все равно очевидно, да, очевидно, если вы решите все-таки строить с ним отношения дальше, если вы решите это делать все же, то очень важно, чтобы вы, вот, выяснили, почему он этого хочет, почему ему это важно, вот, без этого, без выяснения того, почему ему это важно, ситуация повторится, скорее всего, потому что это означает, что человек не удовлетворен, просто напросто, вот, это не хорошо и не плохо, но это, тем не менее, имеет место быть, вот, так что подумайте, готовы ли вы принять некие его особенности, мужчины, я сейчас не говорю, значит, что бы принимать его измены, а именно, ну, измены, какие-то такие вот, поведение, поведение какое-то такое типа, а именно, вот, речь идет о, вот, мотив, о мотиве, о причинах, да, вот. Если вы готовы все это исследовать и узнавать своего молодого человека, то в таком случае, конечно, я думаю, вам можно будет его простить или нет, но, безусловно, об этом впервые поговорить, поговорить максимально по-прежнему, чтобы он понял вас, и чтобы вы поняли его, и чтобы вы не просто его поняли, а чтобы подкорректировать, может быть, свое поведение, вот, так, чтобы у него не возникало желание, кому-то целоваться и за, вот. Я понимаю, что два месяца, это срок небольшой, чтобы узнать человека, но, тем не менее, пытаться стоит, вот. Ну, и то есть, у вас отмерло что-то, а это тоже можно, в принципе, поисследовать, что конкретно у вас отмерло и почему, да, то есть, это, ну, это важные моменты, вот. Так, попробуйте, вот, попробуйте, вот, вы здесь пишите, да, значит, интересует ответ мужчины, стоит ли мне его прощать или не у нас. Так, а чувствуйте там, что, а ходить это вы, что, понимаете, то есть, сейчас, на данный момент, вы просто, вот, по моему ощущению, пытаетесь переложить на нас ответственность за принятие решения, вот. Я не думаю, что это хорошая идея, честно, честно, не думаю, что это хорошая идея. Поэтому рекомендую вам обратиться к самому лучшему, так сказать, источнику, к самому лучшему основанию, вот, это вы сами. Вот, примерно так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, обращайтесь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok